всем привет вот выбираем очередной домик вышел на продажу за 100 почти 48 тысяч вот я уже заходил вовнутрь конечно тех денег у не стоит ну я думаю что если допустим продавцу предлагать кэш что можно будет достаточно много то будет и скинуть вот но хочу внести ясность по поводу дома вот сразу после нашего шоуинга подошел к нам сосед но рассказал эту историю дом принадлежал либо сейчас еще даже принадлежит одной вот пожилой женщины она за своим домом следила дом был в идеальном состоянии но буквально полтора года назад когда она съехала в дом перестарелых она сдала его в аренду и вот эти вот ребята устроили в доме метамфетаминную лабораторию и вот из-за этого то есть убраны все шкафчики убраны ванны убраны все ковры вот все почищено чтобы нельзя было найти вообще каких-то следов вот когда продается дом то есть агент который продает составляет документ property disclosure который он пишет вот все вот нюансы по этому дому в этом доме то есть вообще абсолютно ничего про него не написано написано что никто ничего по поводу истории этого дома не знает и лаборатории очень опасные то есть были даже такие случаи здесь у нас коламбусе когда вот все буквально все почистивали делали ремонт и потом сдавали людям в аренду вот люди заезжали с маленькими детьми маленькие дети вот ползали все равно находили вот эту пыль и травились ей вот чтоб почистить вот этот дом вот от от этой все пыли это будет стоить в районе от 8 до 25 тысяч это очень большое нарушение вот и при продаже дома нам бы пришлось бы это указать ну я думаю что мало бы желающих захотел вообще купить бы этот бы дом да за счетом того если бы мы нанимали компанию вот официально чтобы она все это чистила и дело на предписание что она сделала там уборку поэтому по этому дома отбой но вы посмотреть это дом в каком состоянии предлагается да и за такую-то сумму вот в этом районе дома можно продать в районе 170 может быть даже все 180 встречает нас овчарка еще какая-то собачка черненькая зайдем сразу на сайт ездить такой какой-то шерик небольшой для хранения каких-нибудь материалов принципе удобно что перед домом вот сам окна здесь смотрю не все поменены сам так вот ярзик я сказал бы что маленький совсем малюсенький да окна уже такие уже 15 летней давности что посмотрите с крышей но с крыши не я смотрю вот старая система охлаждения дома так надо будет меня вполне возможно комплексом с отоплительной системой так вот это вот living room задание кухня абсолютно все снята я такая в принципе это небольшая здесь получается такая вот небольшая кладовочка здесь для какой-нибудь кухонного утварей конечно лежали вот рисовали на стенах сам дом одноэтажного от с бейсментом три комнаты в нем видно детишки учились рисовать но в принципе окна в более-менее нормальном состоянии то есть только их отмыть конечно нужно под замену будет все двери что-то конечно можно отремонтировать немножко побиты лежат по всему дому паркетные полы то есть это в принципе плюс если их вот зачистить покрыть лаком родная смотри что полы здесь покрашены наверняка просто жили животного вот ходили так вот комнаты в туалет стоял запах поэтому их закрасили нейтрализовали запах таким методом так вот еще мастер бедром небольшой плюс что у него отдельно своей ванной комнаты получается 3 комнаты 2 ванных кто-то инструменты забыл тоже ломались двери вполне возможно текет крыша то есть это дополнительные еще расходы но смотрю участки с плесенью то есть надо будет снимать их ванную комнату тоже смотрю разобрали с этой стороны поснимали плитку наверное было достаточно тут все ужасно конечно 147 тысяч почти 148 которые они захотят за это дом но это слишком уже великовато зайдем в бейсман такой огромнейший большой есть возможность здесь сделать еще наверно комнаты две-три нужно обязательно конечно ставить систему отвода воды потому что подтекает вот заливает сами по себе стены так просьба выглядит достаточно ровно вот кроме кроме вот это вот место вот здесь вот смотрю замазывали видно паштаще большая в принципе не критическое я думаю что если сделать отвод воды вот здесь в бейсманте который будет выкачивать воду из-под фундамента также сделать будут водоотводную систему с крыши в принципе здесь будет все сухо хорошо не стены в дальнейшем не будут днуться смотри с каждого угла с каждого угла тут подтапливала вот но с этой стороны вот уже образовалась очень сильно полезен здесь стоят такие вот медные трубы на канализацию по всему дому в принципе район достаточно нормальная поэтому тут я думаю не стырит их но система отопления конечно надо будет наверное думаю что менять и полностью так же как и водонагреватель в таком уже в древнейшем состоянии ну то здесь водичка где-то подтекала смотрю по фасаду здесь нужно смотреть да даже уже спорно вложишься ли в 30 тысяч вот в этот вот дом как говорится можно предложить конечно цену намного поменьше вот носится согласятся конечно в принципе такой неплохой домик для реставрации вот но всем удачи и до новых встреч вот пока монтировалась видео сделал свое небольшое такое расследование человек купил этот дом за 80 тысяч вот он перевел и сделал на него отдельную свою компанию такую можно сказать компании однодневку он этот дом продаст кому-нибудь вот потом это деньги выведет с компанией заплатит налоги эту компанию просто закроет и концов уже будет как говорится уже не найти забили мы в интернете то есть можно ли жить и находиться в доме в котором находилась метамфетамин лаборатория то есть она приводит такую статью люди купили дом спустя какое-то время у людей начали происходить какие-то проблемы со здоровьем проблемы с ребенком вот из начали они искать и копать тоже информацию что и как что тут было вот за соседи тоже узнали что там была нарколаборатория сделали они инспекцию сделали забор воздуха то есть предел превышает 65 раз связались они с продавцом вот а продавец сказал то есть нет проблем у меня есть абсолютно все бумаги то есть вот компанию которая нанимал все нас сделали чистку поэтому я мог не говорить о том что здесь была нарколаборатория эти люди ничего не могли доказать то есть пришлось им просто съехать и как говорится в этой статье такие дома идут только под снос но всем удачи до новых встреч но также кто покупает дома общайтесь побольше соседей они вам очень много чего интересно расскажут